грузинская сказка чудесная шапка было то или не было жил один бедный крестьянин со старой матерью жили они в большой нужде вот однажды и говорит сын мать не в моготу так жить пойду похожу по свету или найду что или потеряю все лучше будет хорошо говорит мать встал он и пошел идет сам не знает куда устал пришел отдохнуть у дороги видит идет путник привет тебе говорит путник и тебе привет говорит крестьянин а что ты так печален спрашивает путник как же мне не печалится говорит крестьянин садись расскажу тебе сел путник и рассказал ему бедняк как он жил и зачем ушел из дома есть у меня старуха мать больше никого отпросился у нее вот хожу ищу подвернется что хорошо а нет я и не вернусь домой живым сказал путник что ж раз такое дело расскажу тебе что-то только знай трудно это дело не всякие его выполнят расскажи просят бедняк рассказал путник иди вот так все прямо пройдешь сверсту увидишь высокую скалу эта скала раскрывается раз семь лет ты подойди к скале и стань жди она теперь скоро развернется а как развернется ты входи скорей там висит шапка хватай ее и спеши выйти только смотри больше ничего не бери а то закроется скала и останешься ты в ней на 7 лет поблагодарил бедняк путника и пошел к той скале прошел сверсту видит и вправду скала подумал крестьянин верно это и есть та скала подошел стоит ждет что будет развернулась друг скала бросился бедняк вовнутрь увидел шапку схватил сорвал со стены оглянулся а там чего только нет разбежали с глаза у бедняка видит он виноград да какой а бедняк голоден уже сколько дней ничего не ел глаз не может отвести от винограда не выдержал бедняк эх будь что будет не умирать же с голоду потянулся и сорвал кисть винограда только он сорвал замкнулась скала и остался он один в темноте семь лет не раскрывалась скала семь лет сидел бедняк один в темноте дождался все же прошло ровно семь лет развернулась скала бросился бедняк вон успел выбежать и замкнулась скала сел он подле скалы передохнуть сидит не знает что делать не знает и того какая сила в его шапке прилег в тени подложил под голову шапку и думает эх шапка то есть у меня голове мягко вот бы еще ковер подослать поспал бы на славу только подумал как откуда не возьмись ковер разослал его бедняк лег и говорит себе как то сейчас мать моя оставил ее одну бедняжку вот бы оказаться сейчас дома подле нее только сказал как поднялся ковер вместе с бедняком моего шапкой полетел прямо по воздуху и опустился возле их дома понял бедняк что за сила в той шапке вот это шапка говорит а ну моя шапка если можешь поставь ко мне здесь во дворе дом да такой чтобы лучше и у царя не было только он сказал вырос во дворе целый дворец да такой лучше и быть не может вошел бедняк тот дворец лег и лежит себе настало утро выглянула мать бедняка из своей очуги видит стоит на их дворе дом дворец заплакала старуха кто это на моем дворе дом поставил и землю всю занял девятся соседи как это в одну ночь такой дворец возвели стал бедняк вышел идет к матери чего ты плачешь мать как не плакать сынок говорит старуха кто-то он на нашем дворе себе дом поставил не тужи мать говорит сын это наш дом вошли они в дом и зашили себе без нужды на третий день и говорит сын мать скажу тебе что-то что сынок спрашивает мать а вот что у нашего царя и дочка красавица пойди к нему и скажи ей есть у меня сын ты там особенно не хвали и не хули меня а скажи только что прошу я его дочь жены не пойду говорит мать что ты убьет меня царь за это голову снимет не дает сын покоя иди да иди подумала мать что же пойду будь что будет убьет так убьет страшнее ведь ничего не будет попрощалась с сыном и пошла пришла ко дворцу выглянули караульные царя видят ходит возле дворца какая-то старуха и спрашивают что ты там ищешь мать хочу царя видеть говорит старуха повели ее к царю спрашивает царь что тебе надо какое у тебя ко мне дело а вот какое у меня дело говорит старуха просит мой сын жены твою дочь что ты что у тебя за сын чтоб моя дочь царевна стала его женой нет и нет отдайте ее нам повторять старуха что ж пойди скажи своему сыну если он такой молодец пусть разобьет сады по обе стороны дороги что идет от моего дворца до самого вашего жилья хорошо сказала старуха пошла она пришла к сыну что же сказал царь спрашивает сын рассказала мать сначала рассердился очень а потом и говорит пусть если он такой молодец разобьет сады от своего дома до самого моего дворца до по обе стороны дороги это ничего говорит сын ты иди отдохни я сам все сделаю стал он взял свою шапку и говорит а ну моя шапка если можешь разбей от моего дома до самого царского дворца по обе стороны дороги сады да чтоб до утра все было готово настало утро выглянул царь из окна красуются сады по обе стороны дороги а сын и говорит матери пойди скажи царю теперь то можно вашей дочери стать женой моего сына пошла старуха к царю что ж говорит теперь то можно идти твоей дочери за моего сына отвечает царь пойди скажи сыну раз уж ты такой молодец выложи до утра всю дорогу от своего дома до моего дворца чистым мрамором пошла старуха к сыну что же он сказал спрашивает сын рассказала мать чего царь требует сказал сын своей шапки а ну моя шапка если можешь выложи от нашего дома до царского дворца всю дорогу чистым мрамором выглянул на утро из окна а дорогу сколько глаз хватает вся мрамора выложена сын опять шлет мать к царю за ответом пошла она сказала царю теперь то можно отдать твою дочь за моего сына сказал царь видны впрямь молодец твой сын пойди скажи ему вот если можешь устать всю эту мраморную дорогу от твоего дома до моего дворца коврами приходи и бери мою дочь пришла мать рассказала сыну что царь велел хорошо сказал сын иди спать это мое дело встал он взял свою шапку и говорит а ну моя шапка если можешь исцели к утру всю дорогу от моего дома до царского дворца коврами встал сын на утро смотрит вся дорога коврами устлана собрался он забрал дружек и поехал к царю за невестой приехали дал ему царь в жены свою дочь отпраздновали свадьбу а на утро и говорит дать царю поедем сейчас ко мне доберите с собой всех ваших людей все войска думает царь где ему прокормить все мои войска да уж поеду погляжу поехал царь и все войско с ним приехали дом и впрямь хорош что дворец вошли а внутри одни пустые столы ни еды ни питья взял взять свою шапку и говорит а ну моя шапка если можешь уставь этот стол яствами да питьем как царю подобает появились вдруг кушанье да вино что душе угодно все там есть три дня пировал царь со своими гостями на четвертый день попрощался и поехал в свой дворец остались муж с женой да старуха со старухой матерью живут нужды не знают вот захотелось мужу пойти поохотиться и говорит он жене я пойду на охоту а вы с матерью побудьте дома я скоро вернусь встал взял ружье пошел а путник что этого бедняка научил как ту шапку достать узнал про его жизнь взяла его зависть думает он как бы мне ту шапку к рукам прибрать пошел он купил новую нарядную шапку подходит к дому дворцу кричит новые шапки продаю старые покупаю новые на старые кто меняет а красавица дочь царя не знает что до сила в мужниной шапке и думает дай-ка обменяю эту старую шапку на новую порадую мужа позвала она путника стой стой пойди сюда подошел он вынесла на ту чудесную шапку и говорит поменяйте мне на новую стуль говорит тот не стоит она того да уж берите обрадовалась она взяла новую шапку вошла в дом а он прибрал ту чудесную шапку к рукам и говорит а ну шапка если можешь перенести весь этот дом с красавицей до меня отсюда подальше только он сказал поднялся дом и понесся куда он указал осталась одна старуха встаной мочеги живет она в той же рожде что и раньше вернулся сын с охоты ни дома ни жены плачет бедняк убивается собрался он взял свое ружье и отправился на поиски пошел он ходит ищет а красавица жена плачет убивается по мужу искал искал муж добрел тогда одной деревне посмотрел видит вот он его дом подошел он сел возле дома плачет выглянула жена увидела мужа заплакала запрочитала сказал муж пойди достань мою старую шапку кинь мне пошла она достала шапку бросила мужу взял он шапку вошел в дом и говорит а ну моя шапка знаю какая в тебе сила подними-ка этот дом и перенеси опять на старое место ко мне во двор трудно ли то шапки в две минуты перенесся дом и как стоял так и стоит во дворе перед мальчугой старухи ему с женой в доме а тот злой человек лежит тебе спит ничего не знает поднял его на муж на ноги и изрубился его в куски собакам на сиденье отдал обрадовалась старуха как увидела как увидела сына с женой опять на своем дворе и зажили все счастливо